Некоторых блогеров у нас сейчас привлекают за мошенничество, за кражу в тот момент, когда эти люди пользуются 530 статьей гражданского кодекса. Например, люди зашли в магазин, увидели просроченный сыр, вышли на улицу, этот сыр переложили в машину, пошли делать возврат с этикетками от товара, по которым товар был просрочен. А в дальнейшем именно с этими материалами, даже с видеосъемкой с улицы, как они этот сыр ложат в машину, на людей заводят уголовную статью о краже. 158. Как вам такое? Нет, я знаю на своем примере, когда меня обвинили в грабеже с применением насилия, как бы все заснято на видео, нет ни одного доказательства, недопрошенный свидетель, или неизъяты видеокамеры. Я понимаю, о чем речь. На мой взгляд, это такая борьба с людьми, которые мешают жить. Понимаете? Вот этим торговым сетям, магазинам, ментам продажным, вот этой своре, которая кормится от этих магазинов. Понимаете? На сегодняшний момент, вот эта просрочка, это уже не просто просрочка, это бизнес, который уже крышуется. Вот как проституцию крышуют, вот сейчас просрочку крышуют. Я это говорю не просто так. Я знаю, что кормятся участковые с этих магазинов. Я много чего знаю в определенных моментах. То есть, это уже бизнес. Я видел ваш ролик, где вы были в офисе «пятерочки» или «магнита», и вам там рассказывали, что в магазине просроченный товар по весу реализуется в дальнейшем, так сказать, и на первом. Хотя непонятно, как можно реализовывать. Да, да. Они просрочку назвали пищевые отходы. И думают, что раз мы просрочку назвали пищевые отходы, теперь мы можем торговать пищевыми отходами. У нас почему-то свиньи, это люди, которые жрут пищевые отходы. Это много видеороликов на эту тему. То, что люди видят, это еще не все. Просто не весь материал я могу выложить. Потому что у меня есть видеозаписи, аудиозаписи с людьми этих магазинов, которые нам рассказывают конкретные схемы. Конкретно говорят, что вот так и так. Вот во столько-то туда подъезжает такая-то машина. Вот такие товарищи берут туда-то, там-то ее реализуют. То есть, у меня это все есть. То есть, если ко мне в дверь постучатся и скажут, слушай, дорогой, вот мы там тебя видели, ну, как ты говоришь, историю рассказываешь, так я им такое выложу, что они охренеют, мягко выражают. Да, элементарно можно зайти на Авито и посмотреть, как там по объявлениям эту же просрочку продают просто. Что вы думаете, что вы считаете по ситуации, связанной с Сан Санычем? Я считаю следующим образом. То, что он невиновен, это сто процентов. Это очередная заказуха для того, чтобы его просто убрать. Высосанная из пальца на фантазированное дело, ну, вот как, в принципе, и со мной. Вот, в принципе, вот он и я, это копия той ситуации, только у него другую статью применили, у меня там 161 применили, у него применили вымогательство. Но надуманная там ситуация и надуманная у меня ситуация. Ему я могу только пожелать не сдаваться, не сдаваться и идти, идти, идти до Верховного суда, то есть не пропускать сроки, все это обжаловать. Потому что из той информации, которую я видел, я вижу, что дело, ну, пустое. Как можно человека признать виновным, которого, опять же, нет ни одного доказательства по диалогу какого-то непонятного чела. Да, может быть, там диалоги есть, вымогательства. Ну, что это за чел? Может быть, это сотрудник полиции? Ну, это подстава, явная подстава. И у нас по уголовному законодательству человек несет только ответственность за свою вину, за свои действия, а не за действия третьих лиц. А у нас сейчас, скажем так, акцент смещается. У нас сейчас люди несут ответственность за то, что там ребенок что-то написал, там кто-то что-то по телефону поговорил и так далее. Судья Ковальчук, тебе привет я передаю. Я до сих пор не забуду про твой беспредел. Давно на пенсию пора. Жаль, нету времени добраться до ККС, а потом ВКС. Роман, вот я перебью тебя сразу. Пожалуйста, фиксируйте всех вот этих судей, фиксируйте, выкладывайте их в интернет. И возьмите какого, не надо всех прям, возьмите какую-то конкретную цель и посадите эту судью. Посадите. Вот я взял конкретную цель. Вот у меня сейчас судья Белозерская. Я знаю что-то, она отслеживает мои видео, она еще раз здесь. Она знает, что я буду идти до последнего. Я не успокоюсь, не успокоюсь, пока она не сядет в тюрьму. Именно не получит реальный срок. Да, районный суд, федеральный судья. Ну, которая вынесла приговор мне, вынесла приговор. Она лишила мне на год и 8 месяцев свободы. По пустому надуманному делу. Реальный срок. То есть, ну, в принципе, там, ну, не говоря о том, что, ну, людям там 8 лет дают условно, там, все что угодно. Просто я сейчас не хочу ругаться, потому что это, ну, не, не будет правильно. Но у меня очень негативные, скажем так, чувства к этому человеку. Вот я далеко ходить не буду. Она же настолько была заинтересована, что даже когда я находился в СИЗО, она обрывала трубки телефона. Это уже с начальниками, которыми я разговаривал там в СИЗО, там, потому что я там тоже доставал свои писанины и тому подобное. Вот, они говорили, слушай, что она от нас хочет? Она просто названивала, интересовалась, как я там, что я там, да, какое здоровье. Я уже просто начал угорать над этим. Я пишу председателю заявление, пишу, пишу председателю это заявление. Прошу разрешить свидание Белозерской, судье вот этой, со мной. Ну, просто разрешите свидание. Ну, что она так интересуется? Ну, давайте, может, мы встретимся уже где-нибудь на нейтральной территории, там, не знаю, пообщаемся. А какая цель-то была этому всего? Так она его засудила. Так какая цель была, потому что меня пытались сломать? Вообще, вот эта система построена на принципе обвинить того человека, который даже абсолютно невиновен, потому что человека сажают в такие условия и начинают на него давить прессинг. И он уже готов признать вину, лишь бы, блядь, выйти из этой ситуации. На все готовы. Я говорю, вплоть до того, что человек невиновный, пропишет, признается в том, чего он не совершал. Причем, даже у него будет стопроцентное алиби, и судьи будут рассматривать это дело и проигнорируют это алиби. Просто проигнорируют. То есть, вот у меня, я с людьми же много общался, с которыми там находился. Ну, такие истории рассказывали, просто жесть. Просто вплоть до того, что есть видеозапись, на которой нету этого человека. Этот человек, есть документы подтверждающие, что он находился в другом городе, но его обвиняют в совершении уголовного преступления. Потому что он где-то проявил слабость и подписал чистосердечное признание, так сказать. Но оно противоречит материалам дела. Человека тупо не было даже там. То есть, он не мог этого совершить. Ну, судьи выносят приговор. Его сажают, приговор отменяют. То есть, он четыре года в СИЗО находится. Четыре года в СИЗО. Да, тюрьма. Крытая. И, да, ну, как вот в камерах четыре стены и все. Выходит погулять там те же самые четыре стены, только без крыши. Так вот, в этом-то и сути заключается, что меня хотели сломать точно таким же способом. Поэтому, для того, чтобы меня сломать, мне подтянули вторую часть статьи 161. То есть, а это уже тяжкое преступление. И, соответственно, там уже можно в СИЗО держать очень долго вот это все. То есть, ну, извиняюсь за выражение, я 10 месяцев просидел в СИЗО. Я практически отбыл весь срок наказания, находясь в СИЗО. Ну, с учетом перерасчета один за полтора. И все равно областной суд решил меня все-таки, снизил срок с год и восемь до год и пяти месяцев. Но все равно отправили меня в колонию, в СИГЕЖУ. Чтоб все равно меня там сломать. Я там единственный человек был, который был без маски. Единственный человек. На меня приходили все, кто там в этой колонии работал, чтоб просто посмотреть, блядь. Так это как? Это что такое бывает, что ли? Вот ходили как на зоопарк и спрашивали, а почему ты намордник не носишь? И их поражал мой ответ, блядь, не хочу. Блядь, почему не ходят? Да, говорю, блядь, не хочу, и все, блядь. Блядь, они смотрят на меня как дебилы, понимаешь? Разворачиваются и уходят. Потом другой приходит, блядь. А почему ты без намордника? Блядь, не хочу. Вот эта вот система. Ну понятно, что я там начал уже в какой-то степени борзеть с точки зрения нарушения режима. Почему? Потому что я понимал, что мне там уже, условно говоря, через две недели выходить, потому что у меня срок уже заканчивался, и я вел себя совсем по-другому. А там же людей ломают именно психически и морально. То есть вот там запрещено ходить, там должны все бегать. Вот стадо лысых сайгаков бежит, представляешь, да? Ну я, естественно, я больной, что этим заниматься. Но они понимали, что с меня ничего взять, меня через два недели выпускать. Говорят, ну ты хотя бы в сторонку отходи, не мешайте им баранам бежать, понимаешь? Ну это может быть неправильно баранам нижать, потому что он там кому-то 7 лет сидеть. Ему приходится в эту систему как-то вникать, потому что вот. Ну со стороны, конечно, я понимаю, что если бы у меня там десятка была, может быть и мне нужно было либо там застрелиться, либо там кого-нибудь застрелить, ну либо бежать с сайгаком этим самым, понимаешь? Это унижение человеческого достоинства. Там вот у одного человека кровь пошла из носа, и он все равно ему заставляет одень эту маску. И вот этот парень, молодой там 20-летний, он эту маску одевает, короче, его потом увезли там, он там сознание начал терять. Ну маску одевает, понимаешь? Нет, чтобы сказать, сойдите вы нахер со своей маской, блядь. Понимаешь? Так вот, и вот они там, этот график есть, который вот, и вот они, блядь, стоят, вот этот, блядь, чистый асфальт, блядь, метут, понимаешь? Создают видимость, вот метут, метут, метут. А я, блядь, нахуя мне это надо? Я говорю, я не буду делать, я не буду этого делать. Ну естественно, у меня этот ШИЗО, штрафной изолятор, все. Так а там нормально, что? Те же самые стены, ну да, как бы, вот эта вот шконка, или как она там называется, подымается, там ты можешь только сидеть. Ну и что толку там, ну, лежать нельзя? Ну я все равно ложусь там на стол, потому что там, ну, как-то. Так я 50% времени просидел именно в этом изоляторе. Вот как я так понимаю, сейчас Навальный же тоже там в колонии практически не находится, он все время в штрафном изоляторе сидит. И много людей, которые годами сидят в этих изоляторах, потому что они не ломаются. Их невозможно сломать, потому что вот они такие. А система пытается сломать. Что вы хотите пожелать своим зрителям? Каждый отдельно давайте выскажемся и будем загугляться потихонечку. Я хочу пожелать следующий момент. Всегда быть собой, ничего не бояться, придержиться своих принципов, но и верить все-таки в хорошее будущее, в наше страны, в себя. На мой взгляд, это самое главное. Быть оптимистом.